Палестина. Краткая история конфликта. Есть такая точка в мире, Палестина. Для многих это святая земля. Но даже люди, которые не слишком верят, понимают, что Палестина на карте мира, место не совсем обычное. Это не просто один из конфликтов, это символическая точка мира, вокруг которой формировалась наша история и наша культура. Палестина на карте мира, столица Иерусалим, эти слова звенят в душе каждого человека. Именно здесь и сейчас идет борьба за те ценности, за которые она происходила в этих местах тысячу лет назад, две тысячи, две с половиной тысячи лет назад. Палестина на карте мира в 2014 году, это два анклава, разделенные Израилем, сектор Газа и Западный берег. Но когда-то это была единая святая земля Палестина и Израиль. История конфликта. В целом весь Ближний Восток, это колыбель трех авраамических религий, иудаизма, христианства и ислама. А в Палестине и вовсе во все времена жили рядом мусульмане, христиане, иудеи. С древнейших времен палестинские крестьяне пасли на этих землях, скот, выращивали различные сельскохозяйственные культуры. Здесь же расположена первая кибла мусульман и третья святыня в исламе, мечеть Аль-Акса. Израильтяне правили только некоторыми частями Палестины в течение четырех веков, в то время как присутствие мусульман исчисляется 12 веками. Более того, народ Израиля оставил Палестину с 135 года н.э. до 20 века. Таким образом их связь со Святой Землей прервалась на 18 веков. Так в чем же причина конфликта Израиля и Палестины? С разрушением Османского халифата европейские державы устремились на Восток в попытке разделить его. Поэтому неудивительно, что в 1907 году на конференции в Лондоне, столице Британской колониальной империи впервые прозвучал термин «буферное государство». Идея состояла в том, чтобы создать в Палестине щит против мусульманского населения региона и отделить азиатскую часть халифата от африканской. Этому мероприятию предшествовало основание Всемирной сионистской организации под руководством Теодора Грёцеля в 1897 году. Политическая кампания по образованию сионистского государства на землях Палестины и активная дипломатическая работа, особенно в колониальной Британии, возымели успех. Однако настойчивые предложения халифу Абаде Аль-Хамиду о продаже палестинских земель еврейским переселенцам были категорически отвергнуты. Я советую ему не касаться этой темы. Я не могу продать ни одной пяди этой земли, потому что она принадлежит не мне, а моему народу. Мой народ создал империю путем жертв и крови, и мы прольем свою кровь, прежде чем отдать эту землю кому бы то ни было. Пусть евреи оставят свои миллионы для себя. Если империя распадется, то они получат ее бесплатно. Но это случится лишь через наши мертвые тела. И я не позволю этого, ни под каким предлогом никогда. Палестина отвергла предложение, так начался конфликт с Израилем. Израиль и Палестина. Конфликт кратко. Эта борьба в декабре 1917 года Англия полностью оккупировала Палестину, а командующий британской армией провозгласил. Теперь крестовые походы закончены. К 20-му год она установила военное положение на всей Палестине. Так начался конфликт с Израилем, государство которого появилось на карте в 1948 году. Палестинцев лишили конституционного правления, а ее земли стали заселять выходцами из Европы еврейского происхождения, которые начали формировать боевые отряды. До 1948 года евреям принадлежали только 6,5% от всей площади земель Палестины. По окончании Второй мировой войны евреи заявили, что их безопасность может быть обеспечена только национальным еврейским государством на землях Палестины. И 13 августа 1945 года американский президент Труман обратился к английскому премьеру с просьбой разрешить эмиграцию 100 тысяч евреев в Палестину. А 29 ноября 1947 года ООН под давлением США и СССР приняла решение разделить Палестину на арабское и еврейское государства. Таким образом еврейское меньшинство получило 54% земли Палестины, хотя до этого владела лишь 6%. Вскоре в ходе войны между арабской армией и отрядами еврейских боевиков состоялась аннексия 78% земель Палестины, а 14 мая 1948 года евреи объявили о создании Израиля. Из Палестины были изгнаны 60% населения, это от 800 тысяч до 1 миллиона 390. Были сожжены 478 палестинских деревень, всего их было 580. Самым зверскими массовым убийством мирного палестинского населения стало убийство в деревне Дер-Ясен. Тогда было убито 254 женщины, стариков и детей. Вся палестинская инфраструктура была уничтожена, и поэтому когда говорят, что Палестина и Израиль, это история конфликта между религией и наукой, то отчасти это так. Сионистские радикалы вергли в состояние первобытной пустыни Палестину, когда-то служившую научным, образовательным и культурным центром на Востоке. Палестину. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok